Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, уже добрый вечер, быстро пока темнеет, вот совсем мало остается времени до Нового Года, наверное, сейчас такой период, когда нужно подводить итоги, и мы сейчас это сделаем с удовольствием с нашим коллегой, публицистом Данисом Лемешонком. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, много событий было, конечно, в этом году, и я думаю, что те наши радиослушатели, которые следят вообще за общественно-политической, за экономической повесткой дня, может быть, уже успели ознакомиться с вашей публикацией, она была, правда, на портале Делфи, и не только, была довольно жесткая по поводу, вот, в частности, проекта электрификации, мы сейчас об этом только чуть попозже поговорим, но все-таки ваш взгляд вот на такой уходящий год, может быть, какие-то итоги политические или экономические, потому что, если послушаешь тех, кто власти, они говорят, что все в порядке, экономический рост небывалый, там, 4%, средняя заработная плата в стране растет, в общем, все в порядке. Как вы смотрите на этот процесс? Конечно, то, что, как говорится, рост экономический есть, это радует, это, как говорится, это не, как говорится, фейковая новость, но, как говорится, одним хлебом сыт не будешь, да, и, по-моему, это у нас был год больших таких перемен, еще есть, и, как говорится, год больших перемен. Больших реформ, возможно, даже. Нет, нет, реформы небольшие, реформы, если мы говорим о реформе налогов, она какая-то, какая-то, я не знаю, ну, просто, как говорится, перетасовка, как говорится, фискальных карт, кому-то отняли, кому-то дали, как говорится, и итоги, как говорится, черт знает что, бензин подорожает, не о том, как говорится. Ну, слава богу, что, скажем, наше правительство и наши политики, они ставили себя в заслугу, этот экономический рост, все-таки какой-то предел гордости у них, или предел зазнайства у них все-таки есть. Да. Но нет, я думаю, что у нас в этом году начиналось многое такое, что будет, как говорится, предопределять нашу жизнь. И, как говорится, в следующем году, еще немножко раньше, главное, наверное, два глобальные эти знаки и глобальные личности, личностные, это, конечно, сначала президентура Трампа, Трампа, все-таки который, как говорится, у нас тут, как говорится, все-таки мы начинаем дергаться, потому что от этого человека все-таки нельзя понять, что от него ожидать, и, как говорится, и, конечно, мы ожидаем все самые худшие, но, как говорится, кто испугался, тот уже почти вооружен, скажем так, да. Ну, второй, как говорится, знак был, это, как это, выдвижение главы Китайской компартии, я даже, как говорится, еще, несмотря на, что это, как говорится, событие глобального масштаба, я даже его имя, как говорится, не могу вспомнить, как сразу Сци, товарищ Сци, да, который… У нас ума палата, ты, как говорится, помог, как говорится, простофили, но это, как говорится, мы, наверное, все-таки как-то сконцентрированы на свой, как говорится, европейско-белочеловеческий пупок, да, мы как-то это даже, может быть, не оценили, Но, скажем, вот, Сергей Потапкин, как говорится, наверное, когда был, да, ну, депутат Сейма, как говорится, международник, вот он оценил, вот тоже у нас уже упянутых делфах, у него была такая фундаментальная статья, которая, как говорится, я понял, что он испугался, и он меня испугал, что вот, как говорится, Китай предъявляет свои права на лидерство, как говорится, в глобальном масштабе. Да, и, как говорится, и нам, как говорится, вот, есть два выхода, или, как говорится, как прилипали к Акуле, или, как говорится, с нашим большим братом, ну, это я в кавычках, как говорится, противоборствовать Китаю. Так что это уже были, как говорится, на десятилетия, как говорится, такие события. Хорошо, что вы упомянули Китай, поскольку, как мы знаем, из уст многих политиков и не только, нам говорят о том, что наконец шелковый путь, и вот-вот к нам пойдут эти вагоны бесконечные из Китая, вместо российских вагонов пойдут китайские контейнерные вагоны, и поэтому нам нужно, кстати, срочно электрифицировать железную дорогу, так нам объясняют. Ну, судя по вашей публикации, которую я внимательно прочел, вы не столь оптимистически настроены, да? Конечно, я вообще-то очень даже большой пессимист по поводу транзита, и это, у меня, как говорится, скажем, прямого отношения к отрасли этой нету, но я когда-то, как говорится, внес гордость звания журналиста трубы, Ну, когда я работал, как говорится, в газете «Нед Карига», который был тогда, как говорится, рупором транзитной отрасли, как говорится, была такая гордость, это все-таки важная отрасль экономическая, важная, и не только экономически, но она все-таки дала, как говорится, какой-то глобальный, как говорится, Вот глобальный ветер какой-то свежий, там всегда, мы, как говорится, в этой отрасли люди должны думать в великих, ну, больших, как говорится, категориях, да, там. И вот то, что, как говорится, извините, я, как говорится, ничего не хочу накаркать, как говорится, но вот отрасль, как говорится, потихоньку угасает, и это очень печально. Но вы видите, что это неизбежный, да, процесс, вот на ваш взгляд? Ну, я не знаю, как говорится, я, конечно, хочу верить, как говорится, в хорошие, в лучшие, в сказку хочу верить, в единорогов, как говорится, китайские, которых тут нам, как говорится, объем перегрузок принесет на своих спинах, да, ну, вот, как говорится, я тут сегодня вот подготовился, нашел, как говорится, там, дэнс-бизнес-статья был, Янис Сурбанович, он тоже, как говорится, был, ну, там, с Потапкиным, как говорится, в Китае, да, все наслушался и нас пугался, но он, как говорится, он говорит, кирдык, да, отрасли уже нет, как говорится, и свыкаетесь с этой мыслью, да, ну, трудно, как говорится, смириться, да, смириться, и, главное, ну, вот, теперь, как говорится, вот, у нас железная, как говорится, Латвий Зотселс, железные дороги, вот, хотите, чтобы все-таки пока народ, как говорится, не осознал, как говорится, эту горкую правду, но они хотят, как говорится, что-то, ну, сделать, потому что это же, как говорится, это то, что грузопоток снижается, это уже большой удар и по, как говорится, и по этой компании, и, как говорится, если, как говорится... Вы имеете до ЛДЗ, да? Да, уже наши железные дороги, это уже надо, там, как говорится, думать уже о сокращениях людей, и, как говорится, ну, если, как говорится, не работников, то хоть этого офисного Планктона, да, потому что, как говорится, вся эта структура сделана для, как говорится, для большого, для что-то более большого, более большого, да. Да, вот, все-таки, говоря вот об этом проекте электрификации, вы так довольно критически его оценили. Как довольно, я думаю, что это просто, ну, это, как говорится, ну, я не буду, как говорится, а, говорить, распил, да, потому что это не распил, это освоение, просто освоение бюджета. Это так же, как, извините, когда у нас были оранжевые времена, да? Были оранжевые времена. Вот мы с тобой, как говорится, да, старика, помним, что такие были, да, вот когда сюда строили эти ледовые дворцы, ну, да, вот мы тут будем хоккейной империей. Не было того городка, где не строили ледовые дворцы. Да, да, ну, дай бог, как говорится, еще они где-то там есть, но я не знаю, что, вот, в Айскролку я там в школу ходил, и мне там родители живут через реку, а там сделали, ну, магазин, потому что, как говорится, городок не мог его, как говорится, удержать, просто, ну, это финансировать, да. А построили, построили, строительство. И сказали, что в Айскролку будет мировой хоккей, буквально-таки. Ну, не знаю, что сказали, нет, мы просто, как говорится, деньги освоили. Деньги освоили, как говорится, ну, что вы, как говорится, дураки не взять, как говорится, да, вот, и мы будем зазнаться там перед каким-то другим городком, да, где вот этого дворца нету, да, или, ну, скрытая хоккейная площадка, лэпс-халла, да. Ну, это было такое наваждение, всем, как говорится, надо. Ну, все же, и все понимали, что это просто освоение денег, что вот строитель получает свое, как говорится, оранжевые бонзы получают свое. А помните еще, помните еще, да, в продолжении большие деньги тратили на аппаратуру больницы, а потом некому было на этой аппаратуре работать, и она простаивала, да. Ну, это, ну, все это одного поля ягоды, и вот это, как говорится, и я понимаю вот эту, скажем, даже спешку и такой напор железнодорожников, да, потому что вот, как говорится. Пока есть возможность, да. Да, пока еще есть эта иллюзия, что все, нет, нет, все будет, будут эти контейнерные поезда, все, все будет, кажется, ну, что, кажется, я бы, извините, но я бы на их месте делал то же самое, ну. Но вот эти разумы. Кто будет отказываться от полмиллиона? От полмиллиарда. От полмиллиарда, да. Да, ну вот одна из версий, которую вот говорят сторонники того, что транзит будет развиваться, что, ну, вы понимаете, что Россия все равно через свои порты все не сможет попустить, и что-то Латвии достанется. Ну, дай бог, дай бог. Да, и Латвии достанется. Ну, во-первых, говорится, Россия, это, конечно, медведь, да, и медведь, притом упрямый, злопамятный, и, если, говорится, если что-нибудь из его, из когтей, говорится, выпадает, на том и надо быть, говорится, довольным. Но вы не верите в улучшение отношений между Латвией и Россией? К сожалению, нет. Я надеялся, как уже я сказал, я надеялся, что, может быть, к президентским выборам что-то, ну, в России президентским выборам что-то, может быть, там, ну, что-то на потеплении какое-нибудь, чтобы, ну, так, и люди, россияне, чтобы комфортнее, чтобы жили, ну, все-таки, по-моему, Россия с пармезаном лучше, чем Россия без пармезана. Ну, я, говорится, я не знаю просто, какого мнения россияне, ну, я так думаю, говорится, и, скажем, ну, там, ну, вот завести на президентский выбор, говорится, в эти буфеты завести пармезана немножко, ну, на что-то я надеялся, но я, ну, я понял, что, да, что это уже, что отсохло, то отсохло, и... То есть они обойдутся и без пармезана? Я не знаю, вот, на что-то не знаю, говорится, но они обойдутся без того пармезана, который вот через наши порты, через, скажем, Латвии сделался, что-то вот... Вам подсказывает, что именно так и будет, да? Да, и главное, нет, ну, конечно, есть это безысходное, в том смысле, что и даже, если, ну, ну, даже если мы, даже, да, выбрали, вот, то есть, Мирослава Митрофанова, да, выбрали... Премьер-министром? Премьер-министром, да, и, как говорится, полезли все, там, как говорится, России руки целовать, но это даже не то, как говорится. Это тоже не поможет. Это игра односторонняя, Россия играет ее, как хочет, и, скажем, есть, да, есть, как говорится, курс на то, что, как говорится, только своими портами, и даже если развернуться, как говорится, ну, ладно, пусть эти, как говорится, бедные какие-то что-то получают, это опять будет, как говорится, десятилетия, может быть, пойдут. Так что, как говорится, да, у нас это, это каждая, каждая тонна груза, это маленькое чудо, как говорится. Ну, да, а что же будет делать порты вместе, не только железная дорога, что будет делать порты? Я не знаю, как говорится. Я не член правления порта, к сожалению. А за счет Белоруссии что-то можно решить? Ну, как бы, я не знаю, тогда надо отношения, как говорится, какие-то улучшать что-то, ну, не знаю, ну, немножко, как говорится, вот, может быть, немножко ручку, как говорится, батьки поцеловать, как говорится, можно, и было выгодно. Ну, как говорится, у батьки есть, как говорится, там, реальная связь с Китаем, с этим нашим, как говорится, богодетелем, нашим белым единорогом, да? У него есть связь реальная, это как большой камень, да? Да, это логистический центр. Да, если они там построили, это же не просто так, ну, для показух, или там пиль в глаза впустить, а, что все одно и то же. Так что, кажется, ну, а я не чувствую такого, скажем, поворота, вот, лицом Белоруссии, да? Ну, не знаю, я думаю, что, конечно, что-то там продвигается, я знаю, что и нашим, этим, как говорится, произведителям молока немножко Белоруссии помогли, как говорится. Да. Так, ну, а в этом, как говорится, не надо спространяться, так, что-то, не, а, так что, я вот, тогда надо было, да, как-то, ну, как-то. По-другому строить отношения? Не по-другому, а, скажем, как-то, ну, показать, да, что мы, как говорится, заинтересованы, и что, как говорится, мы, как говорится, немножко голову отпустили, и что, все-таки, как говорится, наверное, зря мы только кричали, что вот последний диктатор, как говорится, Европы и остальное. Нет, ну, вот, знаете, вот там, скажем, вот там и есть наша, ну, скажем, наша, это, не знаю, не трагедия, какая-то драма нашей отрасли с политического зрения, потому что у нас, как будто есть две, эти, как говорится, варианта в нашей восточной политике. Россия и Белоруссия, да? Нет, 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 или, как говорится, это локейничать, там их гождать, и да-да-да-да, или, как говорится, ну, грубость, вот наговорил грубости, да, как говорится, и все, и главное, просто, просто, да, и так что, какой-то такой золотой средин, как говорится, Как-то договориться, торговаться, договариваться с достоинством каком-то, с немножко уступками. У нас нет. У нас или грубость, или лакейство. Вы думаете, это фактически вина господина Ренкевича, или это общая евросоюзская политика, на которую мы повлиять тоже особенно не можем? Ну, я говорил, это одностронняя игра. И господин Ренкевич, и всем, и просто играем какую-то роль. Роль нам эту отвела Россия. Вот эти неблагодарные прибалты, которые теперь выслуживаются перед Вашингтонским комом, бла-бла-бла. Ну, и, кажется, и просто, ну, господин Ренкевич, что там, машет бумажной сабелькой, и, кажется, ну, чувствует, да, и он играет. Ему она отведена, ну, что он, кажется, он мог бы, скажем, промолчать, да. Да, я, я, кажется, это, с интересом смотрю, ну, в сторону Эстонии. Да. Потом у них есть, иногда вот бывает это какое-то, какое-то желание промолчать, да. Ну, ладно, ну, сколько мы там будем, и, кажется, там, играть, и, кажется, в героев, да. А у нас нет такого желания. Да, но, к сожалению, кажется, им это тоже, кажется, ну, кажется, никакой прибыль не даёт. Ну, просто, скажем, ну, я помню, как, ну, даже, ну, когда еще Илвест был президентом, что было, было такие высказывания от него, кажется, вот тут, скажем, цифровать сразу не могу, но было, что, было, что-таки как-то, ну, ну, ладно, не надо вот здесь целоваться, там, как-то, с Путином и Медведем. Ну, нет, ну, что-таки как-то, вот, говорю, это отношение, но, если ты назначен, кажется, маленьким, кажется, этим, кажется, негодяем, таком и ты был, и, ну, для себя, кажется, ну, для эстонцев, я думаю, что такое, немножко спокойнее отношение, ну, для самых, для, скажем, для самознания нужна, а то все время эту, кажется, подыгрывать эту грабельную войну, ну, ну, это уже, можно так и, кажется, да, как, да, ой, куда, кажется, до чего-то докатиться, скажем, не, ну, это правда. Приверется ненадолго новости рекламы, я вижу, что есть и звонки радиослушателей, будем их принимать, и не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, я Слемешонок у нас в студии, публицист, мы вот подводим итоги года и говорим о транзите, в частности, ну, хорошо, я так понимаю, что вот эти деньги, которые выделены на ту же электрификацию, почти полмиллиарда, на другие цели нельзя будет уговорить Брюссель, чтобы мы потратили, не знаю, там, на те же дороги? Нет, это специальная программа, и так бывает, скажем, с многими программами, потому что у Брюсселя есть какая-то, скажем, вот, политика, политика, и она, скажем, ну, европейского масштаба, вот, и они в Европе, кажется, полезно электрифицировать, и на это дают, скажем, деньги, да? Да, так как дали, скажем, деньги на закрытие сахарного производства, да? И благополучно закрыли. А что? Те, которые закрыли, по-моему, благополучно. А что у вас, товарищ Абик, что? Чая в сахаре нету, а? Есть. Ну, вот. Так что давай не будем оплакивать, это... Да, это уже понятно, да. Пусть оплакивают те, которым это политически выгодно, я, кажется, к этому отношусь весьма равнодушно. Конечно. А также, скажем, весьма вражневно, потому что вот как закрыли эти наши стекла, ну, сахарные заводы, да, так можно было сразу купить в магазинах этот коричневый сахар. А то до этого было, скажем, это было какой-то большой проблемой. Ну, ладно, не о том. Да. Так что у нас, или мы берем это 347 миллионов, или не берем, как говорится, да? И я понимаю, что, скажем, вот сказать «нет, не берем», как говорится, это непопулярно, да? Потому что мы можем греть тем, так, экономику, но, скажем, но... Эффект вы не видите, да? Но это без, это просто, как говорится, да, без такого экономического эффекта, ну, такого, да? Да, это просто так, да, это, не знаю, и все, как говорится. А, я так понимаю. Нет, ну, я думаю, нет, ну, я, конечно, думаю, что... Я думаю, я тут могу, как говорится, кричать и беситься, или там эти, которые, ну, владельцы этих, ну, этих товаров, которые перевозятся, да? Да. Но я, наверное, понимаю, что правительство, главное для себя, она сделала, она себя сама освободила, да? Как говорится, бюджет, как говорится, не будет подвергаться риску, это все, как говорится, на совести латвийский зал стоишь. И так что, да, у нас будет, как говорится, такой элегантный продукт, и кто-то будет потом расплачиваться за этим, это будут те, которые, те, которые, что говорится, и будут что-то перевозить. То есть, для них цены будут повыше? У них цены будут повыше. Ну, это у нас, скажем, очень по-латышски это, да, потому что у нас, как, это как в ресторанном бизнесе, да, говорится, а у нас мало посетителей, надо взвинуть цены, чтобы каждый заплатил... За того, кто не пришел. Да, да, не пришел. А потом, как говорится, ничего, мы это ужасаемся, а почему никто не ходит к нам? Ну, сказать, эти белые... Едоводь вкусная, да? Да, вкусная, как говорится. И почему у нас никто не ходит? Так что, конечно, так, популяристически выражаясь, вот такое, как говорится, у нас видение. Это весьма щедрого, весьма горшик, скажем, чуть-чуть, горшик. Вкусный. Да, вот это вкусного проекта, да. Да, но вот интересно, что касается вкусного проекта, я правильно понял, что эта электрификация не пойдет, к примеру, до Венспилса, она пойдет только до Риги и все, да? Нет, это просто был первый этап до Риги, потому что господин Лембергс очень надеется, и господин, и, как говорится, очень надеется, и очень хвалит этот проект, и надеется, скажем, и до Венспилса. И главное, что он мне когда-то, ну, там, немножко назад в одной пресс-конференции очень говорил об этом проекте, и рассказывал, как это хорошо электрифицировать, и главное, главное, как говорится, я все это, как говорится, слушаю, я в аргументе, и всем должен соглашаться. Он правду говорит, но только вот кто же, как говорится, эту лепость, ой, не лепость, а лепоту, лепоту, извини, платить будет, да? Это хороший вопрос, да. Да, вот раз ты уже упомянул Лемберкса, вот все-таки сейчас как ты оцениваешь деятельность этой вот комиссии по делу олигархов, всеми, которые пытаются всю эту старую историю опять поднять? Ну, как говорится, я, если так очень грубо высказаться, да, я, интересно, вот сколько, как говорится, Лемберкс и Шлэпс, сколько они заплатили, чтобы всю эту заворовку сделать, потому что им же реклама такая. То есть вы думаете, что это именно им реклама, да? Им реклама, это им реклама, они, как говорится, они демонизируются, да, как будто, ну, видят, ну, вот какие машины там, этот журнал и с ним борется, сама Юта, Стритя с ними борется, вот теперь комиссия целая, все, как говорится, занимаются, а они, чё, им все равно, да? Им все равно, они там приходят, там, как говорится, вояжно рассизывается, как говорится, всё это интересно рассказывается, так что, знаете, некоторые люди, к сожалению, наши коллеги, да, что-то они как-то в амок пали или что, или в бешеных, не в бешеных, они так парням-то. Да, ну, одержимы, скажем так. Одержимы, они, одержимы, да, этим, и они не понимают, ну, они не понимают, что они делают себя смешными, да, и, нет. Они думают, что это они себя рекламируют, на самом деле? Нет, нет, они, нет, они вот, да, они хотят, как говорится, я думаю, нет. Вот господин Юдин постоянно вопросы какие-то задаёт. Ну, да, нет, ну, они думают, да, что они, вот, борцы, как говорится, с этим... С олигархами. С драконом, да, Ланселот в сияющих доспехах из пьесы Шварц, да, они вообще-то, вот это просто перебор, если они как-то, ну, менее эмоционально это дело, менее методично, а тут, ну, это, это какая-то, да, какая-то одержимость, да, которые, и какие-то надежды, что это поможет, там, ну, на выборы всем, и все, это, и, главное, ну, и люди смотрят, и, как говорится, и не понимают, ну, что это такое, для чего это? Да, для чего? Нет, если, как говорится, человек виновный, ну, тогда докажи, как говорится, докажи, полиция, ну, делая дело, там, прокурор, прокурор в суд, как говорится, и все, а у нас это, как говорится, приговоров нет, есть только вот эта возня. Возня, да, и я думаю, что никаких приговоров-то и не будет, судя по всему. Ну, как говорится, суду видней. Да. Вот еще одна такая фигура, с которой фактически Сейм расстается, вчера было последнее пленатозаседание, в котором участвовала госпожа Аболтыни, вот это что-то кардинально меняет в латвийской политике ее уход? Нет. Или он уже формальный? Нет, извините, мы, как говорится, из политики, нашей политики, ну, скажем, не политика, из Рижского дворца ушла сама Вайра Витя Фрейберга. Что? Земля остановилась, солнце не встало. Все происходит, да? Ну, как говорится, и тут, как говорится, ну, как говорится, госпожа Аболтыни, что я не думаю, что она сопротивставимая фигура. С Вайра Витя Фрейберга. Она, как говорится, и психолог, и немножко шаман, и, как говорится, ну, нет, но это было явление, это было явление. А тут у нас, как говорится, ну, женщина, как говорится, элегантная, скажем, такая яркая. Жесткая, да? Ну, может быть, как говорится, я не знаю, как говорится. всегда, когда она, как говорится, меня увидит, улыбается, приятно, и в этом народном костюме очень, как говорится, смотрится. Но этот какой-то теперь ажиотаж, который собирается поднять тут книгу там будет писать, о ней, и все, и такие интонации, ну, такие молодоматические в интервью, ну, вообще-то, всем, кому должна, прощаю, ну, время такого, я не знаю, какое-то опять наваждение какое-то. Чересчур, да, это тоже переговор. Это такая наигранность, все. Я не понимаю, что, может быть, люди, которые, она как политик помогла, может, они хотят ей приятное сделать, может быть, хотят ее даже реанимировать, скажем. В будущем. Да, в будущем. Ну, будущее. Будущее у нас, вот, следующий год в октябре, и вот наше будущее. Да, это правда. А так, не знаю, наверное, у нас какой-то комплекс свой, что вот нам подать нашу Нокию, подать нам нашего, этого, Милана Артамерия, вот, и подать нам нашу принцессу Диану, да. И теперь какое-то, ну, какое-то ощущение, что вот делает ее какую-то, не знаю, сам почему, ну, делая какую-то трагическую фигуру, да. Но, я думаю, что человек, который сам угробил свое правительство, лидер партии, который угробил сам свое правительство, только так, чтобы вот держать себя, как говорится, немножко в тонусе, с внутрипатийными интригами, да, она получила то, что же служило, и даже не все, да, так что, скажем, ну, я против госпожи Аболтничьи ничего не имею, говорится, она мне ничего вредного не сделала, и, как говорится, всегда улыбается в меня, увидев, да, что приятно. Да. Но, как говорится, чисто принципиально, я, как недоучившийся студент-политолог, говорил, что за такие дела, как угробление своего правительства, политик должен быть наказан, говорится. Так, видимо, это произошло. говорится, всем, говорится, а тут это, ну, это общественное порыцание даже не, говорится. Да, это правда. Вот, ты уже упомянул то событие, которое произойдет в октябре следующего года, выборы, время бежит быстро, там чуть больше девяти месяцев остается всего лишь. Вот, все-таки, что можно ожидать на этих выборах? Будет какое-то кардинальное, вот, не знаю, смена коалиции, смена вот политического склада, или будет все примерно то же самое, кроме там единства? Знаешь, это надо у народа спросить, да, но я боюсь, что народ, тоже не знает. Не знает. Не знает. Ну, что я понял, и возвращаюсь все-таки к итогам этого года, да, то, что мы где-то там уже разобрели где-то, по-моему, очень знаменательные были выборы в муниципалитеты, да, в местные выборы, они все-таки тут было вот очень хорошо видно сцепка с большой политикой, а то у нас демагодии все время, да нет, местные власти, это так, это водопроводы, канализация, канализация, там, приюты для бездомных, нет, нет, откроется, тут уже были опробованы какие-то технологии, какие-то тактические приемы, хорошие или не нехорошие, да, так что, нет, я думаю, что какой-то костяк нынешней, как говорится, власти, наверное, и сохранится, и штукается, по-моему, просто здорово и надобно нам, ну, и тогда будет, наверное, немножко декорации там подменится, так, ну, будет что-нибудь так, ну, новые эти, скажем, новые консерваторы, нет, новые эти критики, критики, ну, я не знаю, сколько, кажется, это еще будет длиться на таком завалированном формате, но, по-моему, в один момент надо все-таки будет партиям поставить избирателя так, перед жестким выбором, вот, как говорится, или ты за нас, старых этих блэш-блэш, жуликов, старых жуликов, которые все-таки делают что-то, вот, да, и дали тебе благосостояние, как говорится, или, ты вот, будешь за нами, мы новые силы, у нас чистые руки, мы ничего, как говорится, не делали, потому у нас руки чистые, только собираемся, да, ну, да, вот, как говорится, ну, мы тебя, как говорится, не очень-то, как говорится, и жалуем, ты у нас недостаток хороший, как говорится, то, что с тобой, с твоим благосостоянием, с твоими детьми идут они в школу, нет, нас это не интересует, мы просто, как говорится, хотим казнить олигархов, как говорится, и, как говорится, мы морально чистые, и, как говорится, вообще, ваша обязанность, да, за нами голосовать, это, вот это такое, и бедному, бедному избирателю придется не сладко, потому что, ну, я надеюсь, все-таки, что они будут, как говорится, следовать голосу разума, и, и, и голосовать за, за этих вот старых жуликов, да, потому что, все-таки, я посмотрю, как говорится, что это правительство делает, но все-таки, они стремятся к какому-то, ну, результату, да, чтобы все-таки, ладно, как говорится, там, особенно, вот, ну, системы здравоохранения, да, 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 ну, она не идеальная, не будет идеальной, денег никогда не будет, специалистам будет очередь, ну, какая-то, ну, она будет, может быть, скажем, ну, будет нам платить дороже, нового, ну, дай бог, ну, и кефтенность все-таки будет, а так, кажется, да, может быть, такой последний вопрос, который я хотел вам задать, так вот, время у нас стремительно идет, все-таки, вот, мы придем к тому, что президент, так примеру, будет выбирать, ну, граждане Латвии, ведь, в каждом... Не дай бог, не дай бог, не дай бог, я, как говорится, я... В этом плане ты консерватор, да? Я консерватор, я вообще, как говорится, я вообще живу тем, ну, есть люди, по-моему, ну, есть государства, где люди даже не знают, кто у них президент, да, у нас, бедные они такие, скажем, Германия, да? Символическая воля президента. Или Израиль, да? Есть, ну, он там, как говорится, вообще там, сидит в своем золотом, как говорится, клетке, и боится пошевелиться, потому что, не дай бог, то, как говорится, люди испугаются, ой, президент зашевелился, ой, это не к добру, да? Ну, вот, а когда было надо, вот, ну, теперь, вот, там, проблемы с правительством, не могли, да, к алисию. Человек сказал свое слово, да, и, ну, что-то, как говорится, что-то происходило, да? Да, так что, я все-таки, это, все-таки, ну, народный избранный президент, я боюсь, это все-таки, ну, такая дань, опять, как говорится, дань популизму, и, ну, это мое мнение, как говорится, вам она не обязательно, как говорится, если вы хотите, как говорится, себя, выбрать с себя царя, пожалуйста, вперед. Да, ну, что ж, все-таки, тогда получается, что вот эта вот, парламентская республика, она вот, на твой взгляд, более эффективная, скажем, ну, и если надо будет, ну, я могу, я могу, если не умереть, не жалко. Да, ну, что ж, умирать мы, конечно, не будем, спасибо большое, Данис Лемешенок у нас был в студии, будем надеяться, что, несмотря на то, что шансов мало, что те, от кого зависит вот это освоение этого полумиллиарда евро в общей сложности вместе с европейскими деньгами на эту электрификацию, я думаю, что все-таки они задумаются, стоит ли это делать, да, в таком виде, по крайней мере. Нет? Не веришь ли в это? Какой ты наивный, это же полумиллиарда. Ну, хочется и 350, перед праздниками хочется. И 350 из этого халява. Да, действительно, это упускать нельзя. Но мы тут ни при чем, мы в этом процессе не участвуем. К сожалению. Ну, или к счастью, я уже не знаю. Данис Лемешенок у нас был в студии, большое спасибо.